всем привет друзья и так спациент рено дастер 2014 года проблема вот сюда на эту форсунку и сюда вот капает вода капает она вот этих вот форсунок которые находятся у нас на капоте вот этих вот вот черненькие значит будем решать на алиэкспресс заказываете вот такие форсунки верные можно не заказывать кто хочет оставляете себе те форсунки ну и герметик виктор рейнс и поехали так закрепляю камеру нужно будет еще головка длинная друзья вот такая вот засранка головка там значит и вот эти вот лепестки нужно поджать это не просто вот это возможно идем на другую сторону то же самое вытаскиваем десятым вот так вот вставляете десятый все дешевле дюро с дюро раз давите на него есть короче говоря 9 головка давить одна сторона выскакивает и после этого другой стороной начинаете снимать так теперь берем вот такой вот очиститель карбюратора чтобы обезжирить с одной и с другой стороны прям не просто пшикаем а прям взять и потереть с другой стороны с другой стороны здесь тоже самое с этой стороны так есть значит почему же все таки герметик виктор рейнс ну он у нас считается термогерметиком применяется в зонах там где идет повышенная температура ну а капот это зона ну как бы незначительно но повышенная температура вот таким вот образом я его наношу его там раздавливает только удаляем без без обезжиривающих просто удаляем нехронически носим рассмазываем а вот что в итоге получилось плохо видно значит здесь короче говоря герметик видно во второй тоже самое все на герметике так вот как это выглядит снаружи сейчас я вот эти вот уберу приблуды убираем ставим вот что получилось здесь ну и давайте попробуем попшикать из салона ну отлично все работает так ну вот здесь вот где мы нам шикали нужно конечно же протереть чтобы вода здесь чтобы воды тут не было где герметик так и так ну честно сказать по форсункам ну такое себе впечатление ну чтоб там слишком что-то изменилось да нифига тут не изменилось главное что теперь это все дело не будет протекать так там была вода да сейчас откроем еще раз капот зажигание отключаем и идем в подкапоточку смотрим ничего здесь нет по воды нигде нет все всем спасибо за внимание всем пока удачи успехов ну и напоследок я выявил что у меня текло еще из-под соединения шланга с самой форсункой ну давайте так чтобы было наглядно вот она форсунка его сюда декрепится шланг из-под этого соединения текло причина была банальная на вот этих форсунках у шлангов была уже какая-то за сто тысяч километров определенная ширина у новых форсунок эта ширина видимо либо меньше ну в общем то обрезка шланга на сантиметр решила эту проблему до утра рекомендую вот так вот всем поставить для того чтобы герметик взялся здесь у меня и не сильно тяжелые вещи где-то около 300 грамм у меня эти банки весят а 300 и это 300 так все всем спасибо всем пока описание ссылка на форсунки в описании да вот эти вот форсунки были они обычные вот они тройные но она обычная но у нее есть вот здесь вот болт регулирования сбоку а у этих форсунок такого болта нет у новых в любом случае все достается вот я достал даже ничего не испортил чуть-чуть вид только испортил а так все можно ставить назад и все работает ну а герметик вы наносите вот в эту вот зону вот так по контуру чтобы она прилегла к капоту и немножко вот туда вовнутрь тоже можно я туда тоже чуть-чуть не вовнутрь форсунки а вот под эти лепесточки берите герметик хороший не поскупитесь на викторейнс да он стоит дорого но обычным герметиком сделаете я уверен что будет именно так когда раскалится ваш капот летом герметик уже не сработает все всем спасибо всем пока ссылка на форсунки в описании до новых встреч до новых встреч